На прошлой неделе в Брюсселе состоялся первый в этом году саммит министров обороны стран НАТО. Обсуждались новые пакеты военной помощи Украине, ситуация на российско-украинском фронте, а также заявление Дональда Трампа, который на недавней встрече с избирателями пообещал, что если он снова станет главой государства, то США может перестать защищать союзников по Альянсу. В НАТО к этому заявлению отнеслись скептически. Как заявил Столтенберг, союзники по НАТО договорились поставить Украине 1 миллион беспилотников. О каких именно дронах идет речь, он не уточнял. Однако в новый пакет помощи войдут комплектующие для истребителей F-16 и средства противовоздушной обороны. Кроме этого, Альянс намерен создать тренировочные лагеря в Польше, где военные НАТО будут тренироваться вместе с украинскими. Выделение нового денежного транша Украине в размере 60 миллиардов долларов США сейчас рассматривает Конгресс США. Весь прошлый год линия фронта в Украине фактически стоит на месте. Украинское контрнаступление не увенчалось успехом. Зато российские военные, несмотря на холода, бросили все силы, чтобы захватить Авдеевку. Однако, по оценкам военных экспертов НАТО, без новой волны мобилизации и новых людей российские войска не смогут сильно продвинуться дальше. Без новой волны мобилизации прорыва не будет. Новая волна мобилизации даже нужна не столько для того, чтобы подготовить какой-то прорыв. Нет. Она нужна будет в первую очередь для компенсации тех потерь, которые сейчас несут российские оккупационные войска в Украине в период этой наступательной кампании. Это не факт, что это как-то резко изменит положение вещей, потому что, как я уже сказал, основная проблема российской армии сейчас – это нехватка вооружения и военной техники. Между тем, до президентских выборов в марте российские власти не решатся на объявление новой мобилизации, уверены в альянсе. Однако, как считают в НАТО, позиции и цели Владимира Путина с начала полномасштабного вторжения за эти два года не поменялись. И Россия не готова к полноценным переговорам, несмотря на все спекуляции Кремля. Хотя до выборов еще месяц, россиянам уже стали приходить повестки из военкоматов со странной формулировкой для сверки данных. Субтитры создавал DimaTorzok